Музыка Адроник говорил, прежде чем ложитесь спать, подумайте, что вы сделали для своей нации. Горькин Иждей говорил, побеждает тот, кто поставил себе цель победить, победить любой ценой. Невежество, эгоизм и космополитизм, вот три непримиримых врага патриотизму. Патриотизм и гуманизм совместимы абсолютно, только любящий свою нацию способен любить человечество. Чем является Армения для армян, не живущих на своей родине? Мы попытались узнать это у них, проживающих и родившихся в России, а именно в Краснодарском крае, в городе Сочи. Здесь в основном заселились армяне-беженцы из Западной Армении. Трапезунда, Амшена, Баязета, Карса. Впрочем, как и все армянское население, эмигрировавшее по всему миру. Нет, в Армении не было. Впрочем, как и все армянское население, эмигрировавшее по всему миру. Я попросил своего родственника, чтобы мы поехали и сняли фотографию, чтобы сделал на память именно Гарарат с утра, в 5 утра. Впрочем, как и все армянское население, эмигрировавшее по всему миру. Впрочем, как и все армянское население, эмигрировавшее по всему миру. Я была в Альминии один раз. Очень мне понравилось. Если можно, была бы еще раз поехать. Собрался когда-то. Но там у нас в Абхазии началась война. Не получилось у меня. А сейчас уже старая. Не могу. В церквях была. В театре была. Первый раз в жизни. Очень понравилась церковь. В Мадах барану резали. Гостя примные люди там были. Было хорошо. А теперь, наверное, всем плохо там. Или работы нет. Я не знаю даже, как сказать. Для меня Армения, это, прежде всего, я ее представляю. Три озера. Ван, Сиван, Урмия. По центру находится Арарат. Для меня это Армения. Я ее так представляю. Армяне жили на Армянском Нагоре. Вот так они должны жить. Они разбросаны по всему миру. Для меня важно, чтобы Армения была в той границе, которая была еще при Тигране Великом. В большей степени сегодня она аннексирована Турцией. Как говорил Гаррегин Иждея. Родину надо любить, независимо от ее политического режима, независимо от наших политических убеждений. Все равно правительству нужно думать, прежде всего, о народе. Одна из первых задач, чтобы армяне не выезжали, а наоборот, приезжали, заселяли сегодня на Горном Карабахе, земли, которые сегодня освобождены, эти земли. Да и в самой Армении много мест, где можно жить. Армения – это полуостров. В моем понимании, это полуостров, который с двух сторон Азербайджан и Турция с закрытой границей. В Армении глоток воздуха – это через Иран. Парачин анкан, мерпайоцьеркрум, бутарь босухи арюна бушерс. Хайоць на хахае, хайгудут сазон, дарцарьных мартканц, епаспескусерц. Элчика бортик, белый борнака, цервецэхиман, да штере эгрий, уба белокан бег aboard критцил шарай. Ухвар куцанков мирового беркли. Армения это жизнь наша. Я очень люблю Армению, она процветает с года в год. Когда ты вступаешь на землю армянскую, именно Армения, то ты себя еще больше чувствуешь армянином. Ты воодушевляешься. Я горжусь своей армянской речью. Пусть виновная речь я не тверд. Я ж никто достоверечный, поперечный. Я ведь армянин и этим городом. Армения мне поразила своей красотой и в высоком уровне культуры. Думаю, что если экономическое положение улучшится, смысл нет Армению покидать, поехать на чужбину, жить в чужбине. Если возвратят, это значит наша земля будет. И мы порядок наведем так, что мы там не в статусе гостя будем жить, а будем как хозяев. Если даже мои дети не захотят, но я думаю, что они у меня маленькие, я их воспитать буду в национальном духе, и они тоже думают, что кто перейдет, я с удовольствием поеду. Я хочу сказать, что они не путают. Я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Прежде всего мы должны быть дружны и собираться как один кулак. И должны быть все вместе дружно и вот так собираться и быть всегда друг за другом, где бы мы ни были, ни разницы нет. С Иривана, Слинакана, местные, сочинские, это не имеет разницы абсолютно, мы и армяне, значит мы должны драться вместе. Мы должны быть один как кулак, и мы победим, я верю, что я увижу это, освобожденную нашу Армению. Я думаю, это будет долгожданный момент, я об этом говорю, и практически через мою душу и сердце прошла дрожь. Я считаю, что даже не знаю, когда это произойдет, какого бы возраста мы не были, мы в любом случае двинемся. Пусть это будут не обжитые места и так далее, я ведь говорил о том, что мы трудоголики. Мы на любой территории и в любом месте сможем создать оазис, поэтому подтверждение наша энергия и самое главное наш ум. Ведь армяне всегда отличались талантом, умом, а все остальное уже составляющее. Потому что мы всегда понимали, что дерево, которое сегодня мы сможем посадить, необходимо время. необходимо его лелеять, холить, поливать, ухаживать за ним. Чтобы оно дало свои плоды и по-настоящему начало плодоносить. И если еще, не дай Бог, это будет тополинное дерево, то он просто своим пухом задушит людей. Речь идет о другом, о том, что нужно объединяться и более кардинально отставить свои права и интересы, как диаспоры. И пусть наступит наш долгожданный день, когда Арарат и все остальное, что принадлежало исторически нам, вернется на круги своя, в лоно армянской колыбели, природы, ласки, любви. Это единственный будет случай, когда на лицах наших матерей, мужчин, будут слезы, слезы радости, долгожданной радости. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok